Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос на первый взгляд кажется довольно таким очевидным, да? С точки зрения того, что может волновать человека, с точки зрения того, что может беспокоить человека. Но, тем не менее, мне кажется, что здесь есть некоторая глубина, на которую, в принципе, можно обратить внимание. Например, человек пишет, совсем запуталась. Мужчина ухаживал за мной около года, красивая и настойчивая, с предложением брака и прочего. Как только я его полюбил, я стал отдаляться, а потом сказал, что пропала искра и все. Начал говорить, что испортит мне жизнь и прочее. Зачем, для чего? Только времени потрачено, чтобы просто оставить. Смотрите, смотрите, Алёна. Здесь основной момент заключается в том, что вы в целом преподносите себя как человека, за которым нужно ухаживать. Нет, я не в этом смысле, я не в том смысле, что за вами не нужно ухаживать. Я не в том смысле, что... Ухаживать это что-то плохое. Я в том смысле, что если в отношениях есть только такая вот идея, в том смысле, что за мной ухаживая, то, да? Если в отношениях есть только такой элемент, что вас добиваются, то вы здесь воспринимаетесь как приз. А когда приз выигрывают, он становится неинтересен. К сожалению. Так это, к сожалению, работают. Так это, к сожалению, происходит. И соответственно, можно говорить о том, что мужчина вас добился. А после вы стали ему неинтересны. Это может быть неприятно. Это может быть может быть неудобно, но это правда. В данном случае, что судя по всему, судя по тому, что вы описываете, дело в всём только в том, что помимо того, что мужчина за вами ухаживал, больше никаких элементов в ваших отношениях не было. И с одной стороны, на мой взгляд, именно это стало причиной того, что человек стал от вас оболять. С другой стороны, что постановка вопроса таким образом, что за мной меня добиваются, за мной ухаживают. Как правило, выбираются людьми тогда, когда есть бессознательный страх сближения, потому что это всё такое ухаживание, да, это доказательство. То есть, когда за мной ухаживают, то доказывают, что я важна, что я, например, любима и так далее. То это страх близких отношений, страх близости. Вот. И у мужчины, скорее всего, есть то же самое. То есть, такой же страх близости, что и у вас. И, соответственно, получается, что ваши отношения состоят из психологической игры догонялки. Это такая детская игра, когда один человек приближается, другой отдаляется, другой человек отдаляется, первый приближается. То это, по сути, детская игра. И вот между вами, на мой взгляд, произошла именно такая история. Такая именно ситуация. История, безусловно, неприятная. История, безусловно, нежелательная. Но произошла. поэтому я думаю, что вам имеет смысл не пытаться понять другого человека, как вы это делаете сейчас, а вам имеет смысл пересмотреть свое поведение по отношению к мужчине. по отношению может быть к мужчинам. Вот. И увидеть, что в данном случае, скорее всего, вы влюбились не в самого человека, полюбили не в самого человека, а полюбили именно его отношения к вам. То есть, вы влюбились в отношения. И подсознательно мужчина, скорее всего, это чувствует. Он, скорее всего, чувствует, что вы влюбились в его отношения к вам. и, соответственно, здесь подсознательные страхи, да, они, как бы, дают о себе знать. Вот. Если бы ваши отношения были бы более зрелыми, да, вот, в этом смысле, содержали бы в себе личностного компонента больше, вот, то, возможно, того, что случилось, не произошло. И последний важный момент, что вы пишите, совсем запуталась, а дальше спрашиваете, зачем и для чего он, вот, так поступил. Вы-то сами в чем запутались. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что отношения для вас это как будто бы инвестиции. То есть, вы говорите, столько времени потрачено. Вот. То есть, получается, что вы в отношениях ради чего-то. В этом случае сам человек, его личность остаются вне внимания. И это большая проблема для выстраивания доверительных, теплых, искренних отношений. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. желаю вам всего самого доброго и утяж. до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров